Бывший помощник так называемого президента самопровозглашенной республики Абхазии Ахра Авидзба был задержан в Сухуме 4 марта. Авидзба является уроженцем Сочи и имеет тесные связи с армянской общиной Сочи и Краснодарского края в целом. Именно он был единственным абхазским чиновником, который публично поддержал план переселения армян Карабаха в Абхазию, однако вскоре после этого подал в отставку. Авидзба говорил о необходимости открыть коридор для беженцев из Нагорного Карабаха с последующим созданием там армянской автономии. И, как сообщают источники, не только говорил, а вел активную подготовку, так как вскоре вскрылись суммы, выделенные для переселения армян, а некоторые армянские деятели стали распространять карты и флаги будущей армянской автономии в Абхазии. Некоторые армянские лидеры из диаспоры рассматривали армянскую автономию как компенсацию со стороны Москвы за Карабах. Некоторые источники утверждали, что на этот проект на первом этапе из Москвы выделено 25 миллионов долларов в рамках финансовой помощи Абхазии. Также финансы должны были выделить армянские диаспорские организации и криминальные структуры, главным образом из Краснодарского края и Ставрополья. По вопросу создания так называемого коридора для беженцев из республики Арцах, Авидзба предлагал обратиться к абхазскому лидеру Аслану Бжания, который должен был обсудить этот грандиозный план с президентом России Владимиром Путиным. С учетом того, что именно Ахра Авидзба был негласным куратором как переселения армян, так и дальнейшего создания армянской автономии, то именно через него должны были пойти космические, по меркам нищей Абхазии, финансовые потоки, которые, очевидно, будоражили бы многие умы как в Сухуми, так и в Гаграх. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Видимо, проект решили либо прикрыть, либо поменять местного куратора, и точно не по инициативе Сухуми, и уж тем более не спросив мнения армян.